Творчество в Мордовии расширяет свои границы. Ряды поэтов и прозаиков пополнили новые имена. На два дня тишина в Национальной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина была нарушена. Читали не про себя, а вслух. И не чужое авторство, а произведение собственного сочинения. 23 и 24 ноября там прошел открытый городской литературный семинар под названием «Саранская лира». Он уже имеет немалую историю. В этом году его участники отпраздновали 10-летний юбилей проведения подобных встреч, первая из которых состоялась еще в 2004-м. На первой «Саранской лире» у нас присутствовали такие ныне известные поэты, как Сергей Казнов, Виктор Мишкин, Александр Арапов. И надо сказать, что вот эта традиция приглашения звезд у нас сохраняется. Творчество такое дело, можно на всю жизнь остаться автором одного стихотворения. Вот пришло вдохновение, пришла любовь или какое-то волнение от события всероссийского, семейного. И человек вот на вдохновении создал какое-то произведение. И на этом может быть все закончится. Вот я бы сказал, что самое главное, пишущие и желающие писать есть. Это самое главное. 10-й открытый городской литературный семинар собрал 40 начинающих поэтов и прозаиков. По сравнению с прошлыми годами «Саранская лира» увеличила географию участников. Если раньше творческую младежь представляли только жители столицы Мордовии, то в этот раз их единомышленники приехали и из районов республики. 10-й семинар, он особен тем, что он в рамках городского и даже, можно сказать, республиканского уровня. Такой масштаб впервые у данного мероприятия. И надеюсь, что он откроет и выявит новые имена, новые голоса. Такая встреча стала возможной благодаря литературной студии «Феникс» и Союзу православной молодежи Мордовии. Глядя на младых авторов, ректор Саранского духовного училища протеерей Александр Пелин вспомнил, как сам, будучи подростком, делал первые шаги в творчестве. Я тоже в глубокой юности начинал заниматься литературой в свое время. В 13-14 лет мы там с Андреем Сидом пришли в литературное объединение «Пегас». Я помню атмосферу, это стало с такой радостью. То есть на фоне серого гудней Саранска, на фоне вот этой комсомольской, так сказать, пионерской серости, вот, литературное объединение, оно собирало действительно элиту. Сейчас немножко все по-другому. Сейчас другое время, вы другие вообще. Присутствующие вспомнили темы, которые затрагивали авторы прошлого века. И то, что заставляет обращаться к Перу молодое поколение. Но несмотря на то, что происходит вокруг, и какое бы эмоциональное состояние не царило внутри, отец Александр посоветовал участникам всегда искать выход только в творчестве. Я хочу вам пожелать, прежде всего, сохранять жизнь внутри себя, любить жизнь, любить ее разную, понимать, открывать в себе вот эти возможности творчества, понимаете, уцепляться за это творчество, как за ту ниточку, как за то, за тот, вот, как бы, какой-то небесный крючочек, который может вас вытернуть из этой отбыденности, из этой серости, из этого хаоса, из этого безумия мира. От союз писателей я вам желаю благотворной работы, чтобы у вас шло здесь все на высшем уровне, слишком не журили друг друга, говорили по существу, все прямо, потому что искренность – это одно из главных качеств поэта. Семинар проводился по двум направлениям – поэзия и проза. Наталья Рузанкина, Петр Громов и Алексей Музалев наблюдали за любителями выражать свои мысли в рифмах. Участники этой секции – Александр Нестеров и Татьяна Маланчева впервые вынесли свои стихотворения на суд зрителей. Это лично свое, оно было раньше тайным, вот решил в этом году, чтобы оно стало явным. Почему я решил писать? Ну, это жизненные ситуации разные. Мои грустные истории, точнее, со мной произошедшие грустные истории. Это первая любовь. Ты и я нас ткали из дождя, Из нити солнца, ниточки луны, Из шума моря и прибрежной тишины, Из миллионов звезд, небесной синевы, И это то, о чем пока не знаем мы. Я хочу сказать, что если кто-то пишет стихи или прозу, Я просто хочу сподвигнуть людей, Не держать это все в себе, А выплескивать наружу, Делиться с окружающими, И развивать в себе творческий потенциал. Каждому пришлось преодолеть волнение И остаться один на один со зрительным залом. Все звучные произведения подверглись тщательному разбору. Плюсом семинара было то, Что в диалоге участвовали не только руководители секции. Высказать свое мнение могли и другие молодые поэты. Желаю счастья всем, И пусть достанет запад, Достанет свет, И пусть исчезнет тьма, Ничто не происходит здесь, И застанно, Не правит миром ложь, Поплог обмана. Поплог обмана. Спасибо, Ют. И да. А вы мне сказали, Что в тьме... Пока вот сейчас первые стихи слышу, Мне уже так рвусь сам уже рассказать, Что могу сказать, Это отлично. Пока одни участники семинара Делились жизненными наблюдениями в рифмах, Другие читали собственные сочинения. В секции проза Светлана Тремасова, Стас Нестерюк и Александр Зевайкин Внимательно вслушивались в каждое произнесенное слово. Когда я уснула у тебя на коленях, Помню, часа через два я проснулся. Точно помню, было 12 ночи. Ты сидела на подоконнике И смотрела на небо, на звезды и в горы. Ты тогда была такая, такая красивая. Но почему только тогда? Ты всегда такая. Все участники Саранской лиры Получили оценки своим творением. Одни заслужили одобрение руководителей, Другие услышали замечания в свой адрес И советы, как их можно исправить. Независимо от этого, Каждый поэт и прозаик Извлек из семинара урок И получил памятную грамоту. По итогам двух дней семинара Победили четыре участницы. В номинации проза Организаторы не смогли выявить одного лидера. Первое место разделили между собой Алена Волкова из 29-й гимназии с рассказом Марс совсем рядом И Валерия Шумкина из гимназии номер 12 За безумство честных. В номинации поэзия споров не возникло. Лучшей стала подборка стихотворений Ученицы 20-й гимназии Алсу Сайфуловой. Второе место удостоилась студентка МГПИ Екатерина Панова. Кроме того, руководители Приготовили еще два поощрительных приза. В качестве подарков Евгения Акимова из 29-й гимназии И студентка филологического факультета университета Светлана Шухлина Как и победители получили книги. Но на этом сюрпризы не закончились. Теперь произведения этих авторов Можно будет прочитать на страницах Общероссийской литературной газеты Литера И на сайте в интернете LITERDEFISRM.RU